Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как мы с моими новыми друзьями поехали смотреть всемирно известный памятник архитектуры Stonehenge. Итак, в одно из февральских воскресеньев в 2013 году мы с друзьями, это Маша, которая с 12 лет жила в Шотландии, только переехала в Лондон, Родион из Украины и Саша из Латвии. Мы с ними встретились в кафе буквально в прошлые выходные вместе с моей подругой Настей, о которой я уже рассказывала, смотрите, в этом ролике, и ее мужем. И так миленько, все душевненько посидели в кафе, поговорили, рассказали, кто чем увлекается. И так как я искала друзей по путешествиям, вот так вот мы собрались всей гульбой в кафе обсудить, куда мы можем поехать. И, в принципе, уже запланировали поездку на следующий уикенд. О том, как я искала друзей в Лондоне, я уже рассказывала. Если кому интересно, смотрите в этом ролике. И в итоге, в следующее воскресенье, мы поехали посмотреть Stonehenge и планировали заехать еще в город Солсбери и Саутгентон. Но, к сожалению, поездка в Саутгентон не получилась. В Солсбери мы поехали смотреть знаменитый скандальный шпиль. Я о нем тогда еще не знала. И, можно сказать, так же, как и Петров и Васечкин, поехала в Солсбери просто что-то смотреть. Но тогда еще не было скандала с новичком. Это был 2013 год, и никто даже не знал ни о Скрипалях, ни о кафедральном салаборе в Солсбери, и уж тем более о его шпиле. Но о Солсбери я расскажу позже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. А сейчас Stonehenge. Солсбери и Солсбери. Так как ребята привыкли путешествовать с комфортом, они решили поехать туда на машине. Я же обычно езжу автобусами или поездами. Это намного дешевле. Но так как нас было четверо, то есть я поехала на машине с Машей, Сашей и Родионом, а Дима с Настей поехали на своей машине, потому что они планировали уехать раньше. В итоге мы скинулись на бензин, и на четверых у нас получилась вся поездка вместе с билетами и оплату за парковку 20 фунтов с каждого. В принципе, да, я могла поехать туда дешевле, но я не уверена, что именно до Stonehenge ходят автобусы, такие как National Express или Megabus, которыми я постоянно пользовалась, выезжая из Лондона от точки А до точки Б. Возможно, автобус был только до города Солсбурри, а оттуда уже какими-то локальными автобусами пришлось бы ехать, и, в общем, потерялось бы очень много времени. И в итоге мы бы не успели посмотреть все города, в которые мы попали в тот день. До Stonehenge мы доехали с ветерком, припарковались там и пошли покупать билеты. Билет на тот момент, насколько мне не изменяет память, стоил 7 фунтов, сейчас он стоит около 20 фунтов. И уже тогда весь Stonehenge был огорожен такими веревочками, за которые нельзя было переступать. То есть среди камней уже в 2013 году не удалось походить. Там были специально организованы такие деревянные платформы, по которым люди могли только ходить вокруг этого знаменитого памятника. Итак, чем же знаменит этот памятник? Stonehenge – это один из самых знаменитых археологических памятников в мире, состоящий из огромных серых камней в виде круга. Это каменное мегалитическое сооружение внесено в список всемирного наследия и принадлежит британской короне. Памятник находится в графстве Вилтшир в 130 километрах на юго-запад от Лондона и в 13 километрах к северу от Солсбурри. Stonehenge состоит из кольцеобразных и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров. Он находится в центре самого плотного комплекса памятников неолита и бронзового века в Англии. Stonehenge считается обрядовым местом. Кто-то выдвигал идею того, что он был связан с астрономией, и, возможно, это одна из древнейших обсерваторий. А также часто утверждают, что Stonehenge был использован для захоронений. И это действительно так. На территории Stonehenge было обнаружено несколько захоронений, но они произошли намного позже его постройки. Говорят, что памятник ориентирован на движение солнца. Камни были сформированы и установлены так, чтобы обрамлять, по крайней мере, два важных события годового солнечного цикла. Это закат в середине зимы во время зимнего солнцестояния и восход в середине лета во время летнего солнцестояния. Поэтому здесь до сих пор существует такая традиция отмечать эти два важных праздника. Огромное количество людей съезжается сюда в эти два дня, чтобы встретить восход и проводить закат самого длинного и самого короткого дня в году. Так мы с друзьями походили вокруг Stonehenge, послушали истории, легенды, какие тут происходили ритуалы и как называется каждый камень, из чего он состоит и бла-бла-бла. Естественно, я все это не запомнила. Нам выдали такой небольшой аудиогид. И мы ходили с наушниками на каждой точке, где там была какая-либо информация, мы могли включить историческую справку, посмотреть на тот или иной камень и узнать, из чего он состоит и какие, возможно, легенды с ним связаны. Потом мое внимание привлекло стадо овец, которые мирно паслись рядом со знаменитым памятником, кушали травку. И так вот на фоне бурого и в то же время синего неба это выглядело интересно. Там еще такой целый рой каких-то птиц пролетал мимо. И я просто была обескуражена такой красотой февральской природы в Англии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, там постоянно курсировали какие-то вертолеты, уж не знаю, что там за площадка находится. То ли военные, то ли, может быть, какая-то королевская резиденция недалеко. В общем, немножечко так напрягал звук вертолета постоянно. А так, в принципе, мы там походили, посмотрели все это, фотографировались с подружками, с друзьями и поехали дальше в город Солсбери, который, в принципе, находится недалеко от этого археологического памятника. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok